Всем привет! Продолжаем проходить Demon's Souls и мы начинаем прохождение мира 3.2. То есть непосредственно из тюрьмы переходим к самой башне Латри. Как в общем-то этот мир называется, таворов Латри. Мир 3.2 будет, ну, непростым. Из врагов новых появятся только два вида, это горгульи и многоножки, человеческие многоножки. Нет, не те, что были в фильме, если вы знаете, о каком фильме идет речь, но не те же самые, но будут веселые. Так что, да, уровень тоже такой немаленький, придется побегать. И я местами тоже немножко уже пытался подзабывать, что куда бежать в первую очередь, поэтому немножечко лишних кругов намотаем. Но этот уровень, он прикольный. Здесь много полезного лута и вообще много всего интересного происходит. В общем-то наша главная задача на второй карте... Вот, кстати, появились новые противники, горгульи. Горгульи бывают двух видов. Горгулья с рапирой. Да, это огромный меч у него в руках, это рапира. И горгульи с арбалетом. В принципе, для нас они не очень страшны, потому что мы ваншотим их. Единственная проблема то, что они летают. И особенно это становится проблемой, когда горгульи летает с арбалетом. То есть, тут очень пригодится любое стреляющее оружие. Несмотря на это, кстати, вот я ни разу за весь уровень не воспользовался арбалетом. Все время выжидал, когда же они где-нибудь приземлятся, чтобы их ударить. Либо выманивал куда-нибудь. Ну, это лично мой выбор. Я не хочу сказать, что это правильная стратегия или тактика борьбы с ними. Твари, они такие неприятные. Но из каждой из них выпадает Unknown Soldier's Soul. То есть, самая слабенькая пополниловка душ. Вот так вот. И здесь много. Они из одних самых основных врагов. Так вот, продолжая к тому... Возвращаясь к тому, что мы должны здесь сделать. Это огромная башня Латрии, в которой сидит король. И так как король уже очень плох, какое-то огромное сердце было создано для поддержания его немощной жизни. И, собственно, это огромное сердце. Вот, кстати, видите, стеночки этого сердца здесь шевелятся. Не очень пока понятно, что это конкретно сердце, но можно по звуку услышать, как оно бьется. Так вот, это сердце мешает нам, банально, физически мешает пройти королю. Поэтому нам придется что-то с этим сделать. Что сделать с сердцем, которое мешает? Ну, в общем, я думаю, говорить не нужно. Осталось только найти способ, как это сделать. И да, это будет достаточно интересно. Необычно. Ну, сейчас все сами увидите. В принципе, грубо говоря, нам нужно будет попасть на две башни. И, так сказать, остановить тех, кто поддерживает жизнеобеспечение этого огромного органа. Ну, так вот, возвращаясь к горгулям, да, в них лучше стрелять. Если не получается стрелять, тогда придется выманивать. А, кстати, я немножечко посидел, погуглил статы нашей брони. Помните, я говорил, что это хорошая броня? Вот это вот то, что у нас сейчас называется Black Armor, по-моему. Я говорил, что это хорошая броня защиты от яда. Так вот, я немножечко соврал. Это не просто хорошая броня, это самая лучшая броня. По защите от яда. То есть, у нее суммарная защита от яда у всего сета брони 160. Это самая максимальная величина, которая может быть достигнута за счет брони в игре. То есть, любой другой сет дает меньше. Потом мы на этом уровне, кстати, можем найти еще одну прикольную броню, которая дает 120 защиты от яда и 120 защиты от чумы. Конкретно наша броня, по-моему, чуму не защищает совсем. Да, там будет такая броня. Будет возможность ее подобрать. Я чуть позже расскажу о ней и покажу даже, кто же ее носит и как мы ее добудем. Но проблема с той броней банальна. Она тяжелая. То есть, если надеть эту не стоит нам ничего практически, то, чтобы надеть и носить ту, да еще с нашим мечом, я даже не знаю. Наверное, надо вкачать еще немало вендеранс. Хотя надо будет посчитать. Может быть, может быть, как-то даже и не так много. Но у меня, честно говоря, не было намерений вкачиваться ради той брони. Но если вдруг я почувствую, что пятый мир будет ко мне совсем жесток и несправедлив, ну, как обычно, в общем, может быть, может быть, я даже это сделаю. Здесь внизу я пока защищал и показывал стенку желудка, ой, желудка, сердце, которое пригождает путь. Это для того, чтобы потом... Мы сюда вернемся позже. Когда... Когда решим нашу проблему с сердцем, тут откроется доступ вниз, и там внизу будет много ништяков. Так что в игре есть три брони, которые дают очень крутые защиты от яда, чумы и... Да, и от яда, чумы вместе. То есть одна вот наша броня дает самую крутую защиту от яда. Есть еще... Могу ошибиться, но, по-моему, исключительно женская броня, которая дает наисильнейшую защиту от чумы. И будет тут универсальная броня, которая дает по 120 от всего, от Блидинга, от Пойзона, от Дизиза. Но, да, она тяжелая. Нужно быть очень сильным, чтобы в ней бегать. Это место запомните. Здесь мы потом будем доставать такие секреты, которые не так очевидны. Вернемся к этому позже. Там, если спрыгнуть вниз в правильном месте, можно будет получить рунический меч и рунический щит. Вот здесь, видели, как бы нам пригождает путь что-то, произрастающего из этого огромного непонятного мешка, которое, по сути, является сердцем, наверное. Не знаю. Видимо, сердцем. Что ж. Вот эти твари, да. Их можно, слава богу, заметить по светящимся красным глазам, потому что порой они могут достаточно неожиданно появиться, они издают мало звуков и могут напасть на вас совершенно неожиданно для вас. И у меня не раз такое бывало. Причем они могут оказаться в таком месте, где вы будете не готовы драться с ним, особенно если вы милишный чарой. Допустим, вот как у меня, в моем случае, когда мне требуется какой-то размах и, возможно, даже шаг вперед, для удара мечом, есть места, где, если я сделаю шаг вперед, я тупо полечу вниз. И вот в таких местах эти горгули становятся наиболее опасны. А они в таких местах как раз-таки и встречаются, вот там на этом уровне. Скоро мы побываем в этих местах. Это лестница на башне. Мы тут обязательно пойдем. Да. Вот, например, сейчас. Я, кстати, был достаточно удивлен тем, как эффективно этот уровень проходится с этим большим мечом. Я ожидал, что у меня здесь будет много проблем из-за типа врагов. То есть я думал, что горгули меня будут сильно наказывать. Но оказалось, что нет. Очень даже реально с ними совладать даже с таким, казалось бы, не очень эффективным оружием. Я сейчас вернулся сюда просто для того, чтобы собрать здесь все ништяки, которые, в общем-то, я мог бы потом подобрать. Ну, как я уже говорил, да, немножко заплутал, забыл. Куда лучше идти, в какой очередности. Бывает. Ну, что ж. В принципе, нам сейчас надо наверх. В принципе, уровень достаточно короткий, на самом деле. Если знать, что делать. Единственное место, где можно заплутать, это будет у основания башни. Мы туда спустимся. Там будет такое необычное местечко. Мрачное. Как, впрочем, и весь третий уровень. Да ладно, что уж там будет третий уровень. Тут вся игра мрачная. Вот тут нам, да, надо будет спрыгнуть потом. По-моему, тут. Тут есть похожие такие места, где кажется, что можно спрыгнуть. Но в одном случае вы выживете, если упадете на платформу. А в другом случае вы об эту же платформу разобьетесь. Усмерть. Ну, я все покажу. По-моему, мы найдем практически все предметы, что спрятаны на этом уровне. Честно говоря, если я что-то пропущу, я даже затрудняю сказать, где же я могу это что-то пропустить. Единственное, как всегда, конечно, я не показываю, как надо убивать ящериц, потому что это, да, для меня это непросто. Не пользуюсь ни магией, ни луками. Арбалет, к сожалению, в данном случае не очень большой помощник. У него не такой большой рейндж, как хотелось бы. В общем-то, по лору, так сказать, по сюжету, после того, как мы забили как сказать, фальшивого идола, фуллсайдл, дословность переводить идол для дураков, ну, по-русски это будет фальшивый, лжеидол, мы поднялись, так сказать, к башне короля. Я не знаю, сколько уже прошло времени, но, видимо, вся эта хрень, что происходит с королем, она его сильно измотала. И этот мир необычный, и король будет тоже необычный босс. Я о нем расскажу, когда мы к нему придем. Не буду заранее, так сказать, спойлерить, но это действительно необычный босс. Я бы даже сказал, это не совсем босс даже. Это такой своеобразный туториал. Но это затравочка. Если досмотрите, все, сами узнаете и увидите. Мрачное местечко, блин, и тоже, конечно. Когда первый раз играл, мне казалось, что здесь ни черта не видно, блин, куда не пойдешь, какие-то мостки, отовсюду свалиться можно. Что за уровень? Жесть просто. И еще красные глаза постоянно где-то светятся. Кстати, вот так можно по красным глазам можно определить, взлетит горгуля или нет. То есть горгуля здесь часто какие-то каменные висят. Но непонятно, будут они атаковать, не будут, живые они или не живые. У живых всегда светятся глаза красным. Даже если она тихо, спокойно сидит, ее глаза будут светиться. поэтому если глаза не светятся, можно не волноваться о том, что она ударит вас в спину. Ну, кстати, если вы будете использовать кольцо вора, которое делает вас незаметным на дальних дистанциях, то большинство горгулей можно даже не потревожить, либо они просто потеряют вас из виду, когда вы отбежите от них достаточно далеко. В принципе, здесь можно с ними вообще не драться. Просто бежать, бежать, бежать напролом и все. Но тогда действительно лучше будет использовать кольцо вора. Иначе они могут долго вас преследовать и неожиданно для вас догнать где-нибудь в самом неподходящее месте, где вы будете доставать какой-нибудь предмет, как здесь, допустим, у самого края, на самом краю карниза. Тут надо аккуратненько то можно конечно и навернуться. В принципе это самый такой уровень, где легче всего навернуться. Больше всего таких мест. Хотя еще будет вот в пятом мире тоже будет такой многоуровневый. многоуровневый уровень. Масло масляное, короче. Многоуровневая архитектура. Ну, туда мы вскоре тоже отправимся. Видите? Вот о чем я говорил. Вот как я здесь не упал и я не знаю. Это в общем повезло мне. Тот самый случай, что можно как бы от нее убежать, но если она вас будет преследовать, может и в угол зажать, как допустим с этим лифтом, с которого не спрыгнешь, не убежишь никуда. лучше это делать вот так, как я сейчас сделаю, по-моему. Пробежать чуть вперед и зайти в такую арочку, где она не сможет вас атаковать сбоку, а только спереди либо сзади. и тогда все будет хорошо. Потому что иначе велика вероятность, что даже если не она вас, то вы сами навернете с этой лестницы в попытках ее убить. уровень лучше исследовать тщательно. Здесь много мест, которых легко пропустить и в них могут лежать всякие ништяки. Например, вот здесь мы пошли на лифт, а на самом деле, если пройти чуть дальше, то будет лежать ништячок. Тут много ништяков закрыты вазами. По-моему, камень, да, камень эфемерных глаз. Полезная штука. Покупать его дорого. 50 тысяч, по-моему, стоит у торговки из пятого мира. Так что да, 50 тысяч конечно не супер цена, которую не накопить, но много таких камней тоже себе позволить особо не сможешь, по крайней мере, быстро. ну и мы поднялись на первую башню. И здесь как вы видите опять стоят какие-то маги, что ли, жрецы. да, можно сказать маги либо жрецы. Короче, что-то они тут кастуют, что-то делают, и нам нужно просто их всех убить. И мой меч тут постоянно обо что-то норовить задеться. То, о чем я говорил, что вроде бы ультимативное оружие, но столько у него проблем с использованием. Они поддерживали магии цепь, цепь упала и сердце стало приспадать вниз. тут обязательно надо подняться наверх. Интересная вещь, как бы, если тенденция мира исключительно белая, то здесь появляется вот этот мостик, который позволяет вам попасть вот сюда, а отсюда подняться наверх по такой стрёмной стрёмной винтовой лестнице и как вы думаете, что мы там найдем? Ну, в общем-то, я об этом уже говорил в предыдущих сериях, что здесь можно будет найти ключ от камер. Именно здесь в мире 3.2 ключ от камер мира 3.1. Я не знаю, почему у нас тенденция мира уже исключительно белая. Вроде бы она должна становиться после того, как убиваем босса, но босса мы не убивали ещё в этом мире. Получается, она как-то передалась от соседнего мира. Ну, в общем, я не знаю, как так получается. Если вы не умирали в этом мире в человеческой форме, после того, как вы прошли мир 3.1, вы сможете сюда попасть и взять этот ключ. Это точно. По крайней мере, у меня всегда так работало. И вроде это не глюк. Странно как-то, ну ладно. здесь надо аккуратненько оттуда. Вернётесь вниз и всё. Теперь мы сможем освободить Риддла и покопаться в других камерах. Обязательно это сделаем, но потом. Первую башню мы зачистили, осталась вторая башня. Но путь ко второй башне будет достаточно продолжительный. придётся спуститься аж до самого основания башни, чтобы туда попасть. Сейчас будет очень интересное место и очень интересный энкаунтер. Но для начала покажу вам вот эти клетки, заходя в которые вы опускаетесь вниз. Кстати, в Dark Souls 3 был фокус с клетками и опусканием вниз. Правда, был он немного иного плана. Так что, вспомнилось. в принципе, вот мы у самого подножия. Но сюда ведёт по-моему 3 или 4 лифта, поэтому это не единственные лифты, это 2 из 4, которые ведут с этой башни и они немножко подальше от выхода с этой низины. мы сейчас поднимемся обратно, пройдём чуть вперёд, повстречаем интересного персонажа и найдём другие 2 лифта, которые будут для нас в принципе более выгодными в плане позиции, хотя с другой стороны я всё равно собираюсь прочесать всё у основания башни, поэтому как бы это особо не важно в моём случае, но тем, кто играет, могу рекомендовать опускаться с тех лифтов, если не хотите бегать внизу в попытках найти выход. Там не то чтобы сложно и легко заблудиться, но я поначалу испытывал затруднения с определением местоположения где же я и куда же мне идти. Тут у нас в лифте мы можем наблюдать некого рыцаря. Ну, в общем-то лучше открыть. Ну, как лучше, другого выхода как бы особо и нету, если мы хотим туда попасть. Это Юри, точнее, Юри Юрт, The Silent Chief, один из тех героев, о котором говорил в самом начале. И да, нам нужно его убить. Получилось достаточно забавно, он упал вниз и лут шмот из этого рыцаря сейчас завис в воздухе и подобрать его не получится. Но если у вас получилось точно так же, переживать не нужно. Как только вы заново перезагрузитесь на этом уровне, его лут будет лежать вот здесь на этой площадке рядом с лифтом. Я, кстати, наврал лифта всего... А, нет, не наврал. Четвертый просто сейчас опущен вниз, да. будет лежать вот здесь его лут. Потом обязательно подберем. Кстати, у этого юрта как раз-таки та самая броня, о которой я говорил. Она дает по 120 защиты и от блединга, то есть кровотечения, и от яда, и от болезни. Казалось бы, ультимативная броня, но, к сожалению, требует хорошего показания выносливости, чтобы ее носить. По крайней мере, с тяжелым оружием. Юрт the silent chief. Вы можете помнить это имя по той же самой первой заставке из первой серии. Вот, кстати, появились новые враги, человеческие многоножки. Они бывают двух типов, большие и маленькие. Большие, если вы их бьете постепенно, отбрасывают хвост и бросаются на вас только головой. Так как я их ваншочу, они просто во время смерти раздваиваются. Но это только благодаря тому, что мой дамаг для них очень силен. И маленькие и большие многоножки могут плюнуть в вас ядом. Не ядом, простите, а кислотой. Кислота не только наносит урон, но еще и серьезно вредит. Не вредит, серьезно ломает ваши доспехи. Насчет оружия не помню, но доспехи точно может серьезно поломать. В принципе, 3-4 раза вас так плюнули и уже придется пойти что-нибудь починить. Тут внизу можно заблудиться, если не знать куда идти, а поначалу все кажется одинаковым и не очень даже понятно где мы, куда мы и зачем мы. Очень мне нравится, как у меня с ними вышло. реально один удар один труп. Идеальное соотношение для этих тварей. С ними как-то дольше возиться совершенно не хочется. Так вот, Юрт. Да, это один из тех великих героев, которые пришли сами сюда для того, чтобы что-то сделать. Как он говорит, он пришел сюда сражаться с демонами. На самом деле он сюда пришел не за этим. Он никакой не охотник на демонов. Он ассасин и работает по поручению Мефистофеля. Кто такой Мефистофель, или точнее, кто такая Мефистофель, мы, возможно, увидим позже. Я, правда, не решил, хочу ли я показывать этот контент или нет, но если я и буду его показывать, то только где-то в самом-самом конце игры перед финальным боссом. Мефистофель это такой сайт-квест, который требует от вас быть абсолютным злодеем. То есть потребуется сделать тенденцию персонажа совершенно черным, чтобы она появилась, и ее квест будет связан с тем, что вам придется убивать с неписей, которые в принципе важны вам. То есть все вот эти вот сейдж-фрики, сейн-арбейны и прочие-прочие-прочие магазины и те, кто позволяют вам узнавать заклинания. В том числе даже, по-моему, нет, нет, Юрия нет. По-моему, Юрию она заказывать не будет. Почему я об этом говорю сейчас? Потому что надо как-то пояснить, почему я убил Юрта. С Юртом ситуация такая. Он вас трогать не будет. Он будет убивать тех, кто познал искусство душ. То есть его призвали, позвали, точнее, послали в этот мир убить всех тех, кто овладел искусством душ, то соул артом и наказать. Послал его Мефистофель, Мефистофель говорит, что ее послал орден душ, какой-то мифический неизвестный. Ну, в общем, кто-то, видимо, решил, что раз король Балетарии зло навлек на все королевство тем, что доигрался соул артом, то надо бы похоронить это знание вместе с теми, кто что-то знает. Поэтому, если вы этого юрта освободили и не убили, он появится в Нексусе. И после убийства первого босса, ну, первого какого-то босса, после того, как вы освободили, наверняка, это будет босс мира 3-2, в Нексусе появятся два новых трупа, персонажей, которых там не было. А если вы ничего не сделаете, то после убийства каждого нового босса будет умирать один из персонажей. Там целый список этих персонажей, по-моему, штук 6. В общем, он убьет практически всех, всех действительно важных персонажей. Последний будет Юрия. То есть, можете сами представить, каково играть без этих персонажей. не очень комфортно, я бы сказал, и уж точно не для первого прохождения. Это вот, если вы уже там нью-гейм плюс какой-то, вам может быть, ну, примерно все равно. Есть у вас эти персонажи, нету их, когда у вас ничего толком нету и вам от них что-то нужно, то есть, тут, конечно, лучше Юрта похоронить пораньше. И если, кстати, он убьет всех неписей, которых хотел, то, в общем-то, единственный, кто овладает соль-артом и еще не умер, это вы. Так что, следующими будете вы, после всех них. Поэтому, есть с ним смысл расправиться пораньше. Парень, он опасный, кстати. То, что мы его так легко убили, это хорошо. Это показатель того, как можно с ним легко справиться. Но, если у вас нет такого крутого оружия и вы не сможете скинуть его вниз во время поединка, то, по-моему, он все-таки позволит три раза себя забэкстебить, прежде чем сагриться на вас. Ну, так написано, по крайней мере. Я не помню, чтобы у меня получалось вот три раза забэкстебить. Я, когда играл не очень таким крутым милишным чаром, прогнат ринг, это кольцо, которое восстанавливает манну. Очень-очень полезное колечко. Регенерирует. Так вот, я когда играл здесь у нас, извиняюсь, здесь у нас опять этот шарик из тел. Я, когда играл персонажем, которым боялся вообще связываться с такими крутыми чуваками в рукопашку, я делал проще. Я после того, как освобождал его, перезагружался, то есть умирал, перезагружался в начале уровня, подбегал туда, сверху стрелял по нему из лука, он бежал на меня и падал вниз мостикой. И тогда я снова умирал, снова перезагружался, возвращался и забирал его броню. Вот такой вот хитрый читерский, ну, псевдочитерский способ. То есть ничего читерского в этом нету, где-то в принципе то, как обычно используешь в этой игре лук. То есть много таких легких моментов с помощью лука можно получить. Ну, по-моему, мы все, что можно внизу уже собрали. Можно будет пойти сейчас наверх. Да, вот такой вот юрт. Подлый, хитрый гад, который вроде бы пришел с благой миссией, а на самом деле не настолько она и благая. Но броня у него крутая, да и красивая. Он, кстати, будет достаточно тяжким противником на New Game плюс, и на New Game плюс, плюс. В принципе, на New Game плюс все становятся более-менее тяжкими противниками, потому что у них существенно вырастает дамаг, да и хп тоже, так скажем, существенно вырастает, в отличие от вашего, потому что вы-то остаетесь такими же, какими были. И там уже многие противники начинают представить для вас для вас в другом виде. Вообще достаточно интересно получается, что если так раскачаться немного, то New Game достаточно простой. Ну, простой с учетом того, что вы более-менее умеете играть. и тогда уже настоящий челлендж, настоящий Darks, ой, Dark, простите, Demon Souls начинается именно с New Game плюсом. Ну, я так понимаю, что это в общем-то актуально для любой серии Souls'ов. Так и есть, что New Game это скорее easy mode. То есть, если вы знаете какие-то особенности игры, вы можете найти более-менее комфортную для себя тактику прохождения пройти, посмотреть сюжет, посмотреть боссов. Обычно, кстати, если хочется совсем комфортной игры, надо играть магом, либо магом слэш лучником, ну, что-то такое. Обычно это самые простые варианты. Либо сильно раскачиваться тоже помогает во многих случаях. Но только до New Game плюс, потому что начиная с New Game плюс и дальше все будет очень жестко. мы идем, идем к новой башне. Я тут немного осторожничаю, сейчас увидите почему. И да, я сказал, что я не уверен, что я хочу показывать вот этот вот дополнительный контент, но скорее всего я его покажу, потому что во-первых, по-моему, я в первой серии обещал, что я покажу по максимуму. Просто для того, чтобы стать полностью темным персонажем, нужно перебить всех торговцев, как минимум. Либо вторгаться по мультиплееру и убивать плееров, но это сейчас уже не так просто, хотя бы потому, что не так много людей играют в Demon's Os. А во-вторых, то вы еще их убейте для начала. Там впереди ходит черный фантом Mindflyer, то есть этот Ктулху. То есть если обычные к Mindflyer мы их ваншотили и они нас не могли убить с одного удара, то с черными фантомами все иначе. Мы их и не ваншотим, и они нас могут ваншотить. То есть ну надо немножечко быть с ними осторожнее, потому что они реально легко могут вас убить. В моем случае я их убиваю с двух ударов, я могу себе позволить некоторую неосторожность или даже не неосторожность, а так сказать фривольность в том, как я к ним приближаюсь. Но если для того, чтобы их убить, вам нужно ударов 5-6, поверьте, очень-очень аккуратненько с ними надо. Их здесь встречается в мире 3-2, их будет двое. Вот этот вот и еще один попозже. из темноты вылазят многоножки. Такой вот уровень. А впереди кстати будет ящерка, которую убить тоже очень-очень непросто. Потому что если вы к ней ломанитесь со всех ног, на вас сбоку набросится еще одна большая многоножка. Она там прячется. Так что да, тут целая целый квест, как эту ящерку убивать. И напоминаю для тех, кто не знаком с Demon's Souls, ящерки здесь не бесконечные, это не Dark Souls. Их строго ограниченное количество респавнов. То есть если она упала и разбилась, она может больше не зареспавниться. И вы просрали все бонусы, которые можете получить из нее. А порой эти бонусы можно получить только из нее. Поэтому если вы стремитесь к плотине, целая головная боль с ними. Ну вот видите, она уже убежала и разбилась. Такая вот дрянь. здесь можно зайти если вернуться назад, то между двух этих, не знаю, что-то кишек. Это кишки какие-то. Можно вот так попасть сюда. Ну что ж, я думаю, что мы потихонечку будем завершать эту серию. Меня сейчас скоро убьют из-за моей неосторожности. Вот там внизу валяется и мертвая ящерка. Но хрен ты ее достанешь уже оттуда. Да, меня убьют и уже в следующей серии мы сбегаем, подберем броню юрта, вернемся сюда и продолжим наш путь. Здесь опасно. Здесь две горкули, одна с мечом, другая с арбалетом. И вот даже три горкули. Да, по-моему, даже три их. То есть, если сбежать совсем далеко назад, а потом ломануться обратно, то можно попасть в засаду. Очень-очень неприятно. Видите, они даже уже объединились, твари такие. И тут я сделал неосторожности, решил, думаю, дай-ка я их сейчас. и, короче, получил за это. Что ж, на этом все. Пока-пока.